Добрый день! Здравствуйте! Вот мы продолжаем разговор наш о проблемах. Конечно, разговор такой не очень долгий, учитывая и время, и формат, так сказать, я бы назвал. Это мы с Яной определяли введение к изучению философии Востока. Но, тем не менее, сегодня у нас разговор пойдет на прошлых занятиях. Мы с вами говорили о началах философии Южной Азии, Древней Индии. А теперь речь пойдет о Дальнем Востоке. И по-разному может подходить к взглядам Армия Датольми, других крупных ученых и историков философии. Но, действительно, Китай является в определенной мере, я думаю, я не согласится, стержень Юго-Восточной, Восточной Азии даже, шире. И сегодня разговор пойдет о началах и вообще классической философии Древнего Китая. Страна огромная, даже уже это подвигает к изучению истории, культуры страны. Вот, хотел бы обратить внимание, что буквально в последнее время и за рубежом, и у нас в стране по китайской духовной мысли, а я бы хотел сказать, что в китайской традиции нет понятия философия. Да, это уже из Европы пришло. Китайцы говорят, они используют иероглиф «дзи», имея в виду, ну, как вот аналогия «вэнь» всю духовность. Духовность Китая, китайской культуры, там и религия, и этика, и философия, с точки зрения, скажем так, европоцентристского подхода включена. И, конечно, философия является важной частью духовной культуры Китая. И вот, хотел бы обратить внимание, что определенным результатом работы ученых отечественных, которые использовали мировой опыт, является замечательный проект «Духовная культура Китая». Вот шесть книг изданы были в нулевые годы, это как раз с шестого по одиннадцатый годы. Любопытно, что одни из руководителей проектов, Михаил Леонтьевич Титаренко и Артем Игоревич Ковзев, замечательные исследователи философии китайской, удостоились, это общественное государственное признание, удостоились государственной премии Российской Федерации. Поэтому вот даже один такой пример свидетельствует об огромном внимании к философии. И еще один сюжет, это с нашей стороны. На Западе эта традиция во многом не прерывалась, и достаточно вспомнить кембриджскую историю, там почти 20 томов посвящены Китаю. Огромное издание. А вот в самом Китае буквально недавно, в прошлом году, в 2014 году, умер профессор Пекинского университета Тан Индзе. Один только пример. Он собрал 30 тысяч текстов, представляете, за всю жизнь. Он умер под 90. И объем его труда составил 1 миллиард иероглифов. Ну вот в качестве вступительных таких сюжетов масштабы обращения человечества и самих китайцев к философии. Ну и, наверное, надо констатировать, что такое явление, как философия, в Китае складывалось, как вы думаете, Яна, на большом историческом пространстве. И вот мы знаем, что Китай пережил ряд эпох, так ведь? Да. Вот как вы, Яна, представляете себе, когда уже китайцы заговорили о философии? Ну, считается, что это произошло в... Да, вот если обратиться к хронологии. Да, в период Восточного Джоу, в конец этой эпохи. А какой примерно это век... Тысячелетия до нашей эры. И, соответственно, в четвертый период, это во время Восточного Джоу, но именно в период Джаньго, сражающихся государств. Вот совершенно верно. То есть в момент раздельных государств, делившихся, я так понимаю, сколько друга, и затем... Да, и сражающихся царства. Мы об этом еще скажем. Так вот, даже та хронология, а здесь Яна озвучила часть громадного исторического этапа Китая, потому что где-то в XII-XI веках до нашей эры был еще период Шан-Ин. И вот как раз этот период известен. Понятно, что философских текстов немного осталось, но мы с вами знаем, что китайцы в глубокой древности фиксировали, да, свои представления об окружающем мире. И напомню, что эта фиксация шла в рамках ритуальных действий китайцев. Это, допустим, во время жертвоприношений шансы. Это высокоразвитое образование, называют протогосударство, которое формировалось в районе бассейна, реки Хонхе. Вот вы сказали, восточный Джоу, а до этого еще был и шанский, Шан-Ин. Дело в том, что шансы были разгромлены 1027 год, условно, при Муе, значит, джоуским племенами. И они многое усвоили. Так вот, Яна обратила внимание на те узлы, на те точки, где мы можем уже отметить формирование философской мысли. Предфилософия, философия. Но здесь сюжеты во многом европоцентричны, условны. Мы с вами отметили вначале, да, что китайцы имеют в виду духовность, дзы, у них есть даже иероглифы, а сама культура обозначается как вэнь и включают философию с точки зрения европейской. Там мы говорили о европейцах, сравнивали на прошлых занятиях. Вроде все просто. Европейцев философия, этика, эстетика и так далее. У китайцев многое слито воедино. И вот что любопытно, что в древних временах, еще в шанских, фиксировались многие вещи. Вот, в частности, во время ритуала жертвоприношений. Дальше. Поклонение силам природы. Вождь собирался в поход. И, конечно, тексты ясно не сохранились. Но, например, мы можем увидеть иероглифы. Китайская философия, я думаю, явно согласится культура текста. И вот где мы можем источники найти? Это на панцирях черепах. Гадательные кости. Кости над огнем жертвенных животных. Нагревались, трескались и, значит, гадали. По ним ставили иероглифы. Затем что появились? Треножники, да, вот эти знаменитые бронзовые треножники. Бамбуковые пламки. Потом шелк, знаем, фиксация. Ну и гораздо позже бумага. Таким образом, вот, Яна правильно говорила, что есть точки такие, где зафиксировано формирование начал философии. Но я думаю, можно сказать и о том, что первоначально важную роль играл, как вы считаете, миф. Да, конечно, безусловно. Вот как раз это интересно, потому что если мы пытаемся выделить философию китайскую среди духовного наследия, то хотелось бы понять предфилософию и обратиться вот к каким-то... Более ранее. Да. А более ранее это нужно находить в шанской эпохе. Вы совершенно правы. Причем здесь важные нам дают, собственно, факты. Это археология, конечно. Она сейчас переживает настоящий бум. В свое время была политизирована. Что тут греха таить. И многие исследования и китайских авторов, а вот из наших авторов я бы привел фамилию Кучеры. То есть для того, чтобы понять, действительно, Яна права, она обозначила огромный такой, собственно, этап, надо немножко сказать о предфилософии. Она проистекает, конечно, из мифологических представлений. Действительно, окружающие мир китайцы рассматривали как арену борьбы различных сил. И вот даже это проявилось у коммерсантов в знаменитом логотипе. Яна знает, это борьба двух началов. Очень важно. Так? Это Ян и Инс. Совершенно верно. Но кроме этого, действительно, мир представлялся как борьба различных начал. И это показано и в мифологии китаец. Ян Ингу об этом писал позже. Великий и трагичный китайский философ-историк Гома Жо. У него есть книги по предфилософии Китая. Действительно, с одной стороны, мир – борьба различных начал, да? А с другой стороны, мир населен всякими духами, всякими вот потусторонними силами. И мифы очень разнообразны. Есть миф, действительно, о борьбе различных начал. Тут явно отражение, и я думаю, Яна согласится. Вот эта борьба начал из Центральной Азии, отголоски, Передней Азии. Вспомните, за раз в третьем. С другой стороны, есть миф о сотворении мира, как приношение человека в жертву. Есть у них такой, собственно, первый человек в Южной Азии. Он называется Пуруша, а в Китае Паньгу. Совершенно верно. Паньгу, да. Паньгу, да. Потом, действительно, китайцы очень быстро этот миф, образно говоря, очеловечили. Вот любопытно, что, допустим, в Южной Азии мы встречаем огромный такой период существования мифа, мифы, и они трансформируются, мы знаем, в индуизме и так далее. А вот любопытно, в китайской предфилософии миф очень быстро был, образно говоря, приземлен. И заметьте, духи-то остались. До новейшего времени поклоняются духам, есть и астрология и так далее. Но миф чем у них поглощен? Это очень быстро складывается государство, да? И поэтому миф трансформируется, ну, допустим, всякие потусторонние силы, которые влияют на человека. И раньше об этом они писали и Фуси, мы знаем, и полузмея, получеловек, Нюйва и так далее. Но что любопытно, очень быстро сами занятия китайцев, а в Китае цивилизация, мы об этом об озобенностях чуть позже, скажем, влияли ее на философию. Как вы думаете, Яна, цивилизация очень быстро, она с государством, да, связана. Вот смотрите, взять Южную Азию, там не так ускоренно проходил этот процесс. Плюс, вспомните, арии пришли, да, и так далее. А тут, посмотрите, уже ушанцев, протогосударства, потом джоуцев. И чтобы объяснить окружающий мир, китайцы пытались придать вот этим мифологическим чертам вполне реальное объяснение. И поэтому, посмотрите, все их первых предки в Китае, Яо, Шунь, Юй, да, и потом желтый император Хуанзи, они наделились чем? Человеческими чертами. Знаете, миф сразу должен был объяснить, конкретно ее, может быть, китайской философией проще и понимать, миф должен был объяснить что? Устроение мира. И объяснял, что вот появились такие правители. Но это именно социального мира. Вот совершенно верно, социально-этический момент. Поэтому вы правильно подметили, что если в ранней философии древней Индии, шире Южной Азии, много запредельного, в ранней предфилософии Китая, много что социально-этическое. Вот, допустим, простой сюжет. Вышеназванные деятели, вплоть до желтого императора, китайцев учили. А китайцы, это, ну, наверное, все знают. Передача этнонима «Ки-Дани-Ки-Дани». А сами китайцы называли себя ханьцы. Хань. Отсюда и название государства. Об этом мы еще скажем вот в данном отношении. Что получается? Все эти правители научили китайцев конкретным делам. Это земледелие, да? Обустройство городового ремесла. И, конечно, вот, если вы посмотрите жуткие вещи, да, и так далее, значит, джунгл, вентом, и так далее, дзы, научили иерогифов. То есть текст очень рано передавал традиции. Поэтому еще одна любопытная черта. Вот, когда мы говорим в Южной Азии, происходил синтез, и Яна об этом говорила на прошлых занятиях, пришли арии, да, там местные были племена. А как вы думаете, Яна, в Китае кто в основном разрабатывал вот эти философские традиции? Пришли, в кавычках, кто-то, либо сами ханьцы? Сами ханьцы. Во многом. Во многом. Ну, скорее всего, это было какие-то взаимодействия между племенами севера, юга, завтра, востока. Совершенно верно. У меня же какие-то совершенно иные народности с совершенно другими культурами. Такого влияния нет. Я думаю, это позднее уже, когда буддизм пришел, но он очень сильно трансформировался там. А вот именно в классический период, я так понимаю, что все было в каком-то естественном ключе развивалось, и скорее, собственно, достижения оказывали большое влияние. Вот действительно, мы затронули один из самых дискуссионных вопросов. Степень влияния окружающего мира, так или иначе, все же преобладал внутренний гомогенный фактор. Но вот Яна отметила, что действительно контакты сохранялись. Да. И переклички в духовном мире, мы об этом скажем, сохранялись. Плюс ханьцы позже не были изолированы, мы совершенно правы. Так или иначе, конечно, во многом ранняя философия и позже достаточно самостоятельна, но переклички и в контактах полностью Китай замкнут, не было цивилизационных. И в идеях, например, вот мы сейчас сказали, Пангут Пуруша были. Но так или иначе, все же китайская философия во многом развивалась на своей основе. Но, тем не менее, нельзя исключить перекличек в духовной жизни, в контактах этнических. Для современной китайской философии это тоже предмет споров. Есть ученые, которые отстаивают абсолютно неповторимость философии. Другие говорят о влиянии контактов. Позже была попытка рассмотреть философию с точки зрения западных критериев. Она есть и сейчас, если, например, обратиться к исследованиям, вот посмотреть запад-восток Фэн Юлани и других авторов. Но, тем не менее, действительно, в районе, в основном, Хуанхэ формируется эта предфилософия, и она очень активно отражает, вы правы, социально-этические потребности китайцев. Да, ну давайте в следующей лекции, тогда мы уже вернемся. Вернемся. Субтитры создавал DimaTorzok